Олесь, вот скажи, ты дереву 19 лет, вот сколько с него снимается урожая? Вот давай, вот при твоей обрезке, давай вот в цифрах, потому что люди хотят цифры. Тут только с нижней части до шланга, ну скажем, до капельки. До капельки у нас где-то 25-30 килограмм, вот именно в этой зоне собирается. Это с нижней зоны, это вы проходите на ногах, скажем так. И потом считает, тут еще где-то около 30 килограмм макушка, там где-то считаемся, где-то макушка, 3 ведра около, ну где-то 100 килограмм с каждого дерева. Хотя не должно превышать 50 бара 75 килограмм с дерева, у нас уже превышает. Вот то, что мы оставляем, многие скажут, что это много, нет, это мало, это наоборот много, а дерево у нас загружено таким образом. То есть вот эта нижняя 35 килограмм, середина 30, еще и верхушка, да, там тоже на ней. То есть получается в среднем больше 100 килограмм, ну это вообще... Потому что на макушке они, сила идет наверху, и первые урожаи, когда мы собираем, они, персики самые крупные наверху идут. Самый первый, первый сбор идет сверху. Потому что солнце, они больше, солнце получают, они быстрее спеют, и весь они больше набирают. А нижние уже менее крупные? А они менее крупные, уже на втором сборе мы собираем, где-то разница 3-4 дня. После того, как мы собрали первый сбор, потом на второй сбор уже получается максимум 4-4 дня. То есть вы сверху начинаете, постепенно спускаетесь вниз с сбором рожая? Потому что они предположены на солнце, и персики наверху, они уже готовы, они спеют, набирают сочность и поверху больше. А снизу, так как больше тени, они, получается, не готовы, только как авто через 3-4 дня. Через 3-4 разница. Максимум 4-4 дня мы их потом собираем и нижнюю. Ну, шикарно. Шикарно.